Книга Еремии, 17 глава, тема проповеди «Вера или доверие». Еремии, 17 глава, 7 стих, Еремии, 17, 7. Давайте прочитаем его вместе вслух. Готовы? Читаем. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». В расширенном переводе Библии сказано, «Самый благословенный человек тот, кто верит, надеется и полагается на Господа, для кого он надеждой упования». Для кого он надеждой упования. Итак, за прошедшую неделю мы узнали, что когда мы доверяем Богу, надеемся на Него, когда мы полагаемся и опираемся на Него, часто, когда в жизни что-то случается, бывает, порой не знаешь, куда броситься, в такие моменты забываешь о Боге. Но когда ты ставишь Бога на первое место, когда первое, что ты делаешь, это обращаешься к Нему за помощью, полагаясь на Него в этой ситуации, зная, что выход есть, я не говорю, что есть такое выражение, уже все перепробовал, остается только молиться. «Нет, в таком случае, где здесь Бог?» Но если вы полагаетесь на Него, опираетесь на Него, доверяете Ему, говоря, «Он мое упование», тем самым вы ставите Его на первое место. А в Писании ясно сказано, что за это Он благословит вас. Вы уже знаете, что благословение не измеряется машинами, квартирами и деньгами. Благословение — это способность добиться успеха в каждом деле. Это то, что нам, верующим, необходимо помнить, если мы хотим получить благословение от Бога. Когда мы по-настоящему доверяем Богу, полагаемся на Него, опираемся на Него, доверяем Ему в этом деле, и больше нам не на кого положиться, кроме как на Него. Он самый первый, на кого мы полагаемся. В первую очередь мы обращаемся к Нему. В Писании сказано, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». О чем здесь говорится? Решусь ли я положиться на Бога и довериться Ему, уповая на Него больше всего на свете? За то, что мы положились на Него и доверились Ему, в Библии сказано, «За это Он даст нам способность». Только за то, что мы положились на Него и доверились Ему. В прошлом мы так часто надеялись на что-то или на кого-то. А потом, когда ничего не получалось, мы обращались к Богу. И еще думали, почему ничего не получилось. Итак, в книге Еремии 17.7 написано, «Благословен! Обязательно добьется успеха». Человек, который надеется, полагается, опирается на Господа, и которого упование Господь. Весь секрет в уповании на Господа. Давайте прочитаем 33-й псалом, 9-й стих. «Мы настолько привыкли полагаться на Бога, что ничего другое в голову не приходит. Я всю жизнь так живу. Кому еще верить? Вы можете верить кому угодно, а я привык полагаться на него». Аминь. Скажите своему соседу, уповай на Бога. 33-й псалом, 9-й стих, 33-й, 9-й. Давайте прочитаем вместе. Готовы? Читаем. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». И снова мы видим, что тот, кто уповает на Него, получит способность добиться успеха. На основании только этих двух мест Писания мы видим, что из-за того, что я полагаюсь на Него, доверяю Ему, уповаю на Него, я получаю способность побеждать и добиться успеха. Я знаю, что в некотором смысле мы уже привыкли постоянно слышать, как нам говорят, «Доверяй Богу, все будет хорошо». И в этом есть доля истины. В то же время, я хочу понять, а действительно ли мы по-настоящему полагаемся на Бога? Или это стало неким религиозным выражением, которое не находит подтверждения в реальной жизни? Доверие — это не просто слова. Доверие нужно доказать. Доверие нужно показать на деле. когда я завишу от Него, когда я полагаюсь на Него, и все мои надежды, все, о чем я молюсь, я верю, что это обязательно исполнится, потому что я положился на Бога. я верю, что это обязательно исполнится, потому что я доверился Ему. Затем, из Писания следует, что единственный способ не волноваться — это довериться Богу. так и есть. Когда я начинаю волноваться по поводу и без, тогда как Писание призывает нас не заботиться и не думать о том, что надеть, что я буду есть и пить, говоря, не этого ли ищут и язычники, а вы ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6 глава. Он говорит, что единственный способ не думать о том, что будет завтра, не переживать и не волноваться по этому поводу, это довериться кому-то, кто больше и сильнее этого. Когда я полагаюсь на Бога и доверяюсь Ему в том, что ждет меня завтра, когда я доверяю Ему исход той или иной ситуации, в Библии сказано, что Он сделает меня процветающим, даст мне благословение, и я больше не буду волноваться, потому что я доверяю Богу. Хорошо. Далее. Давайте откроем книгу Еремии. Итак, доверие ведет к благословению. Доверию Богу ведет к благословению. Еремия, 17 глава, 5 стих. Еремия, 17, 5. Давайте прочтем его вместе вслух. Готовы? Читаем. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Еще раз. Благословение — это способность добиться успеха. проклятие — это противоположное благословению. Проклятие — это постоянные неудачи, тогда как благословение — это способность добиться успеха. Итак, по Писанию, когда я доверяю Богу, это даст мне способность добиться успеха. Если же я надеюсь на человека, и плоть делаю своею опорою, я обрекаю себя на неудачу. Тем самым Бог говорит, «Я тот, кому можно по-настоящему доверить». Принимая решение положиться на что-то, кроме Него, помните, всегда есть шанс, что это что-то может вас подвести. В расширенном переводе Библии написано, так говорит Господь, «Проклят, злом великим, муж сильный, который полагается и уповает на немощного человека, делая слабую, человеческую плоть, своей опорой, чьи разум и сердце отвратились от Господа». Он говорит, что, когда вы удаляетесь от Бога, когда вы говорите, «Я не полагаюсь на Него, не уверен в Нем, не доверяя Ему в этом вопросе». Я знавал людей, которые были больше уверены в своих способностях. Не зря в Библии сказано, что глуп тот, кто полагается на свои силы. Это не что иное, как гордость. Он говорит, что когда вы отворачиваетесь от Бога, после всего, что Он сделал, хотя прекрасно понимаете, что ни одному человеку не под силу сотворить солнце, луну, землю, оглянитесь вокруг, и вы поймете, что для того, чтобы создать такое, должен быть кто-то больше нас с вами. Когда я отворачиваюсь от Бога, полагаясь на человека и на его способности, Бог говорит, что немощный человек, а в расширенном переводе написано, «слабый человек» подведет тебя. Это лишь вопрос времени. Он обязательно тебя подведет. И из-за того, что ты на него положился, ты потерпишь неудачу. Это очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Таким образом, мы видим, от того, кому я доверяю, на кого полагаюсь, зависит, буду ли я благословлен или проклят, буду успешен или потерплю неудачу. Все мы на определенном этапе через это проходили, доверившись тому или иному человеку, системе или течению. Взять хотя бы недавние события, когда мы понадеялись на биржевые котировки, на экономику, что само по себе очень ненадежно и шатко. Но когда я доверяю Богу и полагаюсь на Него, результат превзойдет мои самые смелые ожидания. Аминь. Дальше. Притчи 3 глава. Понимаете, о чем речь? Очень хорошо. Притчи 3 глава. Пятый стих. Читая Библию, мы снова и снова видим эти слова. Доверяй Богу. Уповай на Бога. Осталось понять, как это сделать. Какая мне выгода полагаться на Него, и что я теряю, если я этого не сделаю? Притчи 3 глава. Пятый стих. Давайте прочитаем пятый и шестой стихи вместе в слух. Готовы? Читаем. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Смотрите, что Он говорит. «Надейся». Начиная с 5 стиха. «Положись и надейся на Господа, доверься Ему». Делай это от всего сердца, всем своим разумом, и не полагайся на свое понимание. Речь о том, кому я доверяю. Не доверяй своему пониманию в этом вопросе. Не полагайся на свое понимание ситуации. Положись и доверься Господу, потому что твое понимание может доставить тебе много хлопот. Я доверяю Богу. Я доверяю Богу. Недавно я размышлял над словами Писания. Я много думаю о том, что я победитель. Я всегда побеждаю. Ничто не может нанести мне поражение. Я размышлял над словами Писания, где написано, что Бог всегда дает нам торжествовать. И чем больше я об этом думал, тем яснее я это понимал. Когда я прочитал, что Бог всегда дает нам торжествовать, и тут я понял, что мне лучше не вмешиваться. Бог даст мне победу. Он сделает все, чтобы мне было хорошо. Слава Богу. Мне оставалось только радоваться, зная, что Бог это сделает. А вы знаете, что Бог может все привести в движение, даже если для этого ему придется все изменить, все остановить, все расставить по местам, заставить двигаться вспять, зная, что это зависит от Него, Он сделает все, чтобы дать вам победу. Он всегда дает мне торжествовать во Христе. А что же дальше? А дальше я должен в это верить. Я не могу допустить, чтобы кто-то или что-то заставило меня усомниться в том, что Бог даст мне победу. Он всегда дает мне торжествовать во Христе Иисусе. Аллилуйя. Скажите, я побеждаю. В пятом стихе написано, не полагайся на разум свой. Возможно, я чего-то не понимаю. Возможно, я не все понимаю. Скажем, вы молитесь о работе, и в это время у вас в голове мысль. Это невозможно. Не полагайтесь на свое понимание. Положитесь на Бога. Положитесь на Его Слово. Понимаете? Да, я понимаю, что по словам врача, процент смертности в моем случае очень высок. Не полагайтесь на свое понимание. Или на понимание врача. Положитесь на Бога. Положитесь на Его Слово. Почему? Потому что от того, на кого я решил положиться, в это трудное для себя время, будет зависеть буду ли я благословлен или проклят давайте скажем вместе я доверяю богу да да дальше пришло время копнуть поглубже дело в том что в прошлом и часто говоря на тему доверия путали это с верой я хочу чтобы мы поняли разницу между верой и доверием и научились правильно это применять я не принижаю ни того ни другого и в то же время наверное где-то я это делаю но наша цель понять что такое вера и что такое доверие чтобы уловить эту разницу и так вера это уверенность в библии сказано что вера это уверенность в английском сущность воплощение в невидимом слово сущность означает основа почва вера это уверенность тогда как доверие это посвящение вера это уверенность и вы вера это уверенность и вы все знаете ее действие когда я беру библию читаю божье слово храню его в своем сердце моя уверенность растет но вот в чем дело даже если я в чем-то уверен я должен спросить себя если в этой жизни что-то такое что способна поколебать мою уверенность удастся ли мне сохранить эту уверенность иными словами уверенность требует определенного посвящения вы меня слышите я хочу чтобы вы поняли разницу послушайте меня внимательно вера порождает уверенность тогда как доверие порождает посвящения это две разные плоскости мы много говорим о том что нужно жить верой но это еще не все я взял эту тему чтобы показать вам что доверию также нужно учиться как и вере почему а потому что потому что вера может ослабеть и касса и а доверие нет вера может ослабеть я не буду ссылаться на то что говорил об этом павел петр или иеремия смотрите что говорит иисус давайте откроем луки 22 главу некоторые глубоко верующие люди тут же возразят нет что ты моя вера никогда не ослабеет послушайте что говорит иисус луки 22 глава 32 стих луки 22 глава 32 стих это слова иисуса он отвечает симона и говорит все сатана просил сеять вас как пшеницу он готов на все чтобы ваша вера ослабела итак смотрите 32 стих иисус говорит но я молился о тебе чтобы не оскудела вера твоя и ты некогда обратившись утверди братьев твоих иисус признал что вера может оскудеть код файл при определенных условиях вера может ослабеть он говорит но я молюсь чтобы не оскудела вера сняя на просил сеять вас как пшеницу но я молюсь чтобы не скудела вера твоя как вы помните вера эта уверенность иными словами он говорит я молюсь чтобы твоя уверенность не ослабела А помните, что написано в 35 стихе 10 главы послания к евреям? Давайте откроем. Иисус говорит, молюсь, чтобы не скудила вера твоя. Смотрите, Евреям 10, 35. Итак. Вера — это уверенность. Доверие — это посвящение. Причем вера может не только скудеть. Давайте прочитаем 35 стих вместе с лук. Готовы? Читаем. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Мы выяснили, что вера может скудеть. Но вот почему это происходит. Потому что я оставил упование. А каким образом враг может лишить вас упования? Возможно, вы надеялись на что-то, и это не случилось. В результате, из-за того, что так вышло, вы оставили упование. У вас возникли сомнения, неуверенность. Вас сбили с пути истинного. Вы сомневаетесь, колеблитесь. Почему Бог не ответил на мою молитву? Почему не дал, что я у него просил? Ваша вера оскудела вследствие того, что вы оставили упование. Возможно, все обернулось не так, как вы рассчитывали, и вы оставили упование. В зависимости от тяжести проблемы, уверенность может пошатнуться. Надежду у вас не отнять. Боже мой. Надежда. Давайте откроем 124-й псалом. Я забегаю вперед. Хочется уже проповедовать об этом. Но надо себя останавливать. Когда я размышлял об этом сегодня, я не смог сдержать слез, когда осознал силу надежды. Смотрите, что он говорит. 124-й псалом. Первый стих. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется. Человека нельзя лишить надежды». Надеющийся человек подобен горе. Послушайте вот что. Вера — это уверенность в Божьей способности это сделать. Тогда как надежда говорит, «Даже если Бог этого не сделает, я не оставлю своего упования». Вы меня поняли. Вера — это уверенность. Вера говорит, «Я верю, что Бог исцелит. Я верю, что Бог освобождает. Я верю, что Бог дает свободу от долгов». Это слова веры. Тогда как упование говорит, «Я полагаюсь на тебя не за то, что ты оплачиваешь мои счета, исцеляешь от болезней». Хотя это было бы здорово. Мое посвящение не зависит от того, что ты сделал. А надежда говорит, «Я посвящаю себя тебе, и мое посвящение не зависит от того, что ты сделал или не сделал. Я подобен горе. В тот момент, когда я решился положиться на тебя, довериться тебе, независимо от того, что ты сделал или нет». Вот тогда благословение приходит. А вот что происходит со многими людьми веры, когда они оставляют свое упование, не получив того, на что рассчитывали, в то время как Бог пытался научить их доверию и благословить, не ограничиваясь лишь тем, о чем они его просили. Бог хочет дать вам всеобъемлющее благословение, затрагивающее все сферы жизни. Но вы предпочли синицу в руках, журавлю в небе. Ничего не говорите мне. «Боже мой! Скажите, я доверяю Богу». Друзья, все, в чем вы ему доверились, получает его гарантию. Все, в чем вы ему доверились, получает его гарантию. Не слышу. Все, в чем вы ему доверились, получает его гарантию. задача врага поколебать вашу уверенность чтобы вы оставили упование потеряли всякую надежду но вы должны показать врагу знаешь дьявол вот что меня особенно коснулась когда я думал о тех ситуациях когда все вышло не совсем так как бы мне этого хотелось я постоянно напоминал себе я не отступлюсь тот за кого я молился умер а бог продолжает исцелять я молюсь чтобы бог освободил человека зависимости никакого эффекта а бог по-прежнему освобождает мне вспоминаются слова павла сказанные в восьмой главе к римлянам тот момент когда он положился на божью любовь он заявил о своем уповании когда апостол взглянул на свою жизнь в 35 стихе он спрашивает вопрос такой кто отлучит нас от любви божьей и да и он перечисляет различные факторы нацеленные на то чтобы отделить нас от божьей любви и говорит я не оставлю своего упования затем он перечисляет все что пережил гонение не вышло несчастье и все для того чтобы поколебать его веру скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность в расширенном переводе написано кто способен отнять у нас божью любовь быть может страдания скорбь или бедствия горе или нужда а может гонение голод лишения опасность или быть может месть 11 главе послания к евреям я хочу показать вам вот что везде где стоит слово вера я буду подставлять божье слово понятно вера приходит от слышание и слышит слово божьего одно и то же слово слово божье есть осуществления ожидаемогоEROizar и слово божьий есть уверенность в невидимом ибо словом божьим засвидетельствованы древние словом божьим познаем что веки устроены словом божьим так что из невидимого произошло видимое словом божьим а ведь принес богу жертва лучше нежели кайя словом Божьим получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Словом Божьим он по смерти говорит еще. Словом Божьим енох переселен был так, что не видел смерти. Что это? Разве это не Евангелие? А теперь шестой стих. А без Слова Божьего угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Словом Божьим Ной, получив откровение, а как бы интересно он получил откровение, если бы не было Слова Божьего? Словом Божьим Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея, то есть в страхе и трепете, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ее осудил весь мир. Восьмой стих. По слову Божьим Авраам повиновался призванию идти в страну, которая имел получить наследие. Девятый стих. По слову Божьим обитал он на земле обитованной, потому что так сказал ему Господь. Итак, чтобы успешно ориентироваться в Царстве Божьем, вам необходимо Слово. Теперь, мы поняли этот отрывок, но нам надо знать, что же такое вера. Вот моя часть. Я знаю элементы, знаю снаряжение, понимаю про подтверждающий документ, понимаю про гарантию бронирования, но что это? Вот что это такое. Вера — это практическое выражение нашей, главное слово на сегодня нашей уверенности. Вера — это выражение, практическое выражение нашей уверенности в Боге и в Его Слове. Потому что нельзя говорить, что ты уверен в Боге, но не уверен в Его Слове, потому что Бог и Слово едины. Итак, вера — это практическое выражение уверенности в чем? В Боге и в Его Слове. Итак, мы нащупали недостающее звено, объясняющее, почему христиане не пожинают ничего в Царстве Божьем. Вот оно. Мы выглядим, как люди веры. Мы даже говорим, как люди веры. И у нас даже есть Писание, но нет уверенности в нем. У нас нет уверенности в Писании. У нас есть Библия. «О да, пастор Доллар, я вырабатываю веру. У меня целых три Библии». Мы ее цитируем, но мы ей не верим. У нас нет уверенности. Послушайте, давайте дадим определение уверенности, потому что это ключевой элемент в вашей жизни поверия и того, что в ней происходит. Слово «уверенность» в толковом словаре Вебстера объясняется так. Полное доверие. Полное доверие. Мы с вами знаем, что доверие означает полагаться на кого-то или на что-то, опереться, поверить. Я подхожу к этой кафедре с полным доверием, что она выдержит меня, поэтому я опираюсь на нее. Я опираюсь на нее, она способна выдержать мой вес. Я полагаюсь на нее, я верю в ее способность быть тем, что нужно. У меня есть в этом уверенность. А вот утраченное понимание уверенности, которое, как мне кажется, христиане не очень хорошо усвоили. Вот оно. Уверенность – это определенный уровень посвященности, который необходимо проявить, чтобы доказать самим себе и всем, кто смотрит и слушает, что вы в чем-то уверены. Мы знаем, что уверенность определяется через доверие. А доверие – это выражение преданности. Доверие, как дерево. Дерево предано месту, в котором укоренено. Стих из Писания Исаии 53. Ранами его мы исцелились. Тем самым мы говорим, я предан тому, что говорит это слово. Меня не поколеблит то, как я себя чувствую. Меня не испугают диагнозы врачей. Когда вы говорите, что имеете уверенность, ваша уверенность должна проявиться не в том, что вы будете делать пять минут или пару дней, но в том, насколько вы посвятите себя тому, чтобы оставаться непоколебимыми. Ваша уверенность говорит «Вот Писание, я уверен в этих словах Писания». И я проявляю эту уверенность в своей преданности и верности. Я сохраняю верность и преданность тому, что здесь говорится. И я не вернусь назад. Я не вернусь к тому, что противоречит Слову, которому я верю. Так что, когда я нахожу в Библии гарантию, документальное подтверждение моему исцелению, моему освобождению, моей победе, я держусь за это. И я не намерен выпускать это из рук. Я посвящаю себя этому. Не на основе того, что я вижу, слышу и что происходит вокруг. Мое посвящение основано на том, что я человек веры. Это слово для меня. Я верен ему. Я держусь за него, даже когда у меня на глазах слезы. Я держусь за него, даже когда не вижу никаких перемен. Я уповаю на него. Вот что такое уверенность. Это уверенность. Уверенность — это не громогласное заявление. Это неизменная преданность тому, на что вы, по вашим словам, уповаете. Пусть никогда больше не будет с вами такого, когда вы говорите, что уповаете на Бога, но всю жизнь болтаетесь туда-сюда. Потому что, когда вы болтаетесь туда-сюда, это говорит об отсутствии и я что-то делаю в ответ, тем самым я показываю на практике свою посвященность, свою уверенность на практике. Вот практическое выражение уверенности. Вы пришли сюда, вы посмотрели на стул, нет, вы даже не смотрели на стул, вы просто сели. Что это? Вы выразили на практике свою уверенность в способности этого стула выдержать вас, когда вы сели на него. Подумайте об этом. Вы уверены в стуле. Почему? Потому что этот стул испытан. Испытана его способность выдержать вас. Ваша преданность идеи о том, что стул способен выдержать вас, проявляется в том, что вы снова и снова садитесь на эти стулья. Вы совершенно уверены? Стулья способны вас выдержать. Мы с Тэфи помним одну историю. Мы тогда только поженились и у нас был маленький такой кухонный гарнитур. Столик и стулья из алюминия. Они немного гнутся. И был один стул, который гнулся больше других. И к нам пришел гость, который весил килограммов в 150. А мы не знали, какой именно стул нас может подвести. Так что мы переживали. И вот наш гость садится на стул, и мы смотрим и видим, как стол постепенно начинает подниматься. И стол так поднимается, поднимается и поднимается. И мы скорее ему другой стул. В общем, теперь я не знаю, насколько я могу быть уверенным в стульях, изготовленных из алюминия, потому что у меня был определенный опыт, связанный с такими стульями. А теперь слушайте. Скажите «уверенность». Уверенность. Уверенность. А теперь посмотрим, что говорит об этом Писании. Евреям 10.35. Потому что ключ к тому, чтобы вы преуспевали в вере и проявляли свою веру, свою уверенность на практике, это понимать, как действует уверенность. Уверенность не приходит сама собой в один прекрасный день. Уверенность вырабатывается. Вам необходимо знать, как ее взращивать, как ее формировать в себе. Или вы просто будете изображать религиозность, и это будет обман. Нельзя сделать так. Раз, и я совершенно уверен. Нет, нет. Для того, чтобы выработалась уверенность, нужно время. Мы, христиане, хотим, чтобы все было как в микроволновке. Но есть то, что формируется только со временем. Вера вырабатывается со временем, и уверенность вырабатывается со временем. И выработать их помогает ваша посвященность. Если вы не посвятили себя тому, чтобы взращивать свою веру, веры у вас не будет. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. В расширенном переводе это звучит так. «Потому не оставляйте свою бесстрашную уверенность». Видите, там, где есть страх, нет уверенности. Поэтому уверенность, которой вы обладаете, должна быть бесстрашной. Ваша посвященность должна быть бесстрашной. Потому не оставляйте свою бесстрашную уверенность, ибо она приносит в награду великое и славное воздаяние. Я читаю этот стих, и у меня создается впечатление, что награды, воздаяние и будущая победа, в которую мы с вами верим, будут напрямую связаны с вашей уверенностью. Чтобы мы стремились взращивать свою веру, свою уверенность, нам дан стимул. Сказано, что мы увидим воздаяние, награду за нашу преданность к Слову, его проявление. Если мы оставляем свои упования или уверенность и впускаем в сердце страх, то подобная замена означает, что мы отказались от осуществления невидимого, вместе с этим потеряли свою награду. С этим ушло наше исцеление, наше освобождение, наша работа. Чего бы вы ни ожидали от Бога с верой, если вы оставили уверенность в невидимом, вы не увидите проявления этого. Так что дьявол знает, что нужно атаковать. Нашу веру. Нашу уверенность. Я бы атаковал еще и посвященность. Я нападал бы на верность, терпение и посвященность. Что мешает вам быть в церкви? Тебе нужно разобраться вот с этим. А, я просто больше не могу его слушать. Не могу, не могу. Так найди того, кого можешь слушать. Кто не может слушать меня, найдите, кого можете слушать, потому что ваша уверенность под ударом. Дьявол не хочет, чтобы вы верили слову. Он не хочет пускать людей к слову. Ему нужны проповедники, которые не будут проповедовать слово. Он хочет внушить вам, что это нормально, не слушая слова. Но зачем нам все эти стихи? Но почему он все время говорит про эту белью? Почему не дают просто посидеть 20 минут и спокойно уйти домой? Моя бабуля говорила, ты так много сидишь над Библией, у тебя с головой что-нибудь случится. Точно, бабуля, обновление ума. Библия его обновит. Посмотрите, что говорится в стихе 36. Это очень интересно. Автор говорит, чтобы вы не оставили свое упование, уверенность, за которую вам будет воздаяние, терпение нужно вам, чтобы, исполнив Божью волю, получить обещанное. Ну а что такое терпение? Терпение — это не то, что многие под этим подразумевают. Это не значит, с чем-то примириться. Вот я в пробке, и я достаточно терпелив некоторое время. Как вы говорите, потому что я смиряюсь. Это не истинное библейское терпение. Терпение — это неуклонное, непоколебимое постоянство. Терпение — неизменность. Другими словами, если вы получили слово, когда ваше тело еще не захватило некая болезнь, я, знаете ли, провозглашаю свое стеление еще до того, как со мной что-то случается. Я не жду, чтобы со мной что-то случилось. Я говорю об этом заранее. Я исцелен. Сейчас. И вот что такое терпение. Я начинаю здесь. Я исцелен. Потом я перехожу сюда, и мое тело атакует какая-то болезнь. Терпение говорит, ничего не изменилось. Я был исцелен до этой атаки, и я исцелен, когда приходит атака. Я исцелен во время атаки. Что это? Я все тот же. Я говорю то же самое, что говорил до атаки. Я исцелен. Вновь атака. Я исцелен. Врач ставит диагноз. Я исцелен. Он говорит, что жить мне осталось три месяца. Я исцелен. И вот я полностью исцелился. Я исцелен. Видите, здесь сказано, если вы хотите сохранить уверенность упования, вам нужно на протяжении всего процесса сохранять одно и то же отношение к слову. А вот в чем заключается замысел врага. Он хочет, чтобы вы поверили слову, а потом он нападает на вас в физическом, в материальном мире, чтобы вы отступили от этого слова. План состоит в том, чтобы, если я исцелен, пока мое тело в порядке, поколебать мою уверенность. Оп, болезнь. А я-то думал, что исцелен. Это потому, что вы взяли основание мне слова, а то, как вы себя чувствуете. А христианин, который верен, не может поколебаться от того, что видит, от того, что чувствует, от того, что говорят врачи. Вы исцелены, потому что так говорит Библия. Вы исцелены не потому, что чувствуете себя лучше или хуже. Вы исцелены, потому что так говорит Библия. Слово не базируется на том, как вы себя чувствуете, на том, что говорят врачи. Слово само определяет, что будет с нами после того, как на нас это свалится. То же самое по поводу жизни с избытком. Я имею жизнь с избытком. Я преуспеваю, я процветаю, я богат. И тут приходят счета. А я преуспеваю, процветаю, богат. И тут выселяют из квартиры. Я преуспеваю, процветаю, богат. И тут предлагают дом на выгодных условиях. Я преуспеваю, процветаю, богат. Автор говорит, что причина, почему христиане не видят этого, в том, что обстоятельства разрушают нашу уверенность. И он говорит, что многим не хватает терпения, чтобы увидеть, чем все закончится. Мы не видим, чем заканчивается вера, потому что позволяем происходящему заставить нас сомневаться, что слово верно. А нужно верить слову. Слово работает всегда. Хочу вам кое-что рассказать. Что-то, что я сам понял. Я так рад, что когда-то до меня это дошло. Я не смотрю на людей. Некоторые люди ведут себя ужасно, ненормально. Иногда это аномалия, иногда просто глупость. Мое отношение к этому сейчас такое. Это детство. Они растут. Все хорошо. Все с ними будет в порядке. Главное, чтобы держались в слове. И все будет нормально. Потому что я понимаю, что моя мама не выкидывала меня из дома, когда я ерундой занимался. Ах ты, не убрался в комнате? Пошел вон. Это же дети. Они растут. Есть духовные младенцы, духовные дети, духовные взрослые. И когда я перестал смотреть на людей, мне стало легко. Они ведут себя как дети, как младенцы, но они растут. С ними все будет в порядке. Когда-нибудь они начнут поступать как взрослые люди. Бог не вышвыривает людей из рая небесного за то, что они поступают как дети и ведут себя как младенцы. Он любит их и заранее называет их теми, кем он их уже видит в конце того долгого пути развития, который им еще только предстоит пройти. И я вовсе не хочу заклеймить человека проклятием за то, что я вижу его на стадии младенчества или детства, не понимая, что он еще не достиг зрелости, и стать клеветником братьев своих, возводя на них напрасно. Вы понимаете, о чем я говорю? Если вы начнете смотреть на все таким образом и проявлять терпение, которого Бог ожидает от нас. Знаете, была когда-то песня с такими словами, «Пожалуйста, потерпите, Бог трудится надо мной». «Когда Он закончит работу, я выйду, как есть золотой». И знаете, это работает. Но люди далеко не сразу становятся просто золотыми. Самое главное они сделали, а они спаслись. После спасения им надо помочь вырасти. Нужно научиться видеть их, как видит их Бог, а не быть таким христианином-критиканом. «Ах, этот человек такой-сякой». Он делает то и то. Лучше закрыть рот и не вести себя, как еще один духовный младенец. Дети такие ябеды. Дети вот так и так поступают. Вот так они и судят о других. Так что всегда вокруг вас такие люди. Просто поймите, это дети. С ними все будет в порядке. Терпение — это одна и та же наша позиция в отношении слова. Когда мы не позволяем ничему приходящему извне ее поколебать. Божье слово не меняется, оно тоже. Во всякое время. Позвольте что-то показать. Это касается уверенности. Уверенность должна возрастать, она должна развиваться. Это просто необходимо. Джон, подойди сюда. Уверенность — это что-то такое, что развивается и растет. Вы ставите себя в положение, в котором можете… Дорси, иди сюда. Возрастать в уверенности. Вот что я хочу показать. Ну, минуточку. Давайте скажем, что я давно знаю Джона. Мы знакомы, допустим, уже 20 лет. Знаете, что бывает, когда ты знаком с человеком так давно? Ты уверен в нем. Ты уверен в его способностях. Ну, а теперь… Его я тоже знаю, но давайте для примера скажем, что мы только что познакомились. Здравствуйте. Вот мы только что познакомились. Вы его знаете, я только что познакомился. С Джоном так. Я сейчас откинусь назад. Ты меня поймаешь. Поймаешь? Вот она, коммуникация. Я знаю Джона. И знаю, что не упаду сейчас. Он поймает меня. Потому что не так важно, почему. Эй, он всегда меня ловит. И я уверен в нем, что поймает и на этот раз. Моя уверенность приходит от того, что я провел достаточно много времени в его обществе. Я знаю его. Я уверен в его способности позаботиться обо мне. Он обладает абсолютно теми же способностями и может делать то же, что и Джон. Вопрос не в том, может ли он сделать так же. Вопрос в моей уверенности. Проблема не в его способностях. Проблема в моем доверии. Поэтому, когда я буду проделывать этот трюк с ним в первый раз, хотя я могу выработать уверенность по отношению к нему, это займет какое-то время. Нужно время, потому что я не знаю его. И пройдет какое-то время. Видите? Нужно время. Я формирую уверенность. Я знаю, если я продолжаю в том же духе, снова и снова, что тогда происходит? Я вырабатываю уверенность. И пройдет немного времени, и я буду уверен в том, что он сможет сделать то же, что и Джон. Вот смотрите, вот так. То же самое. Вопрос не был в их способностях. Вопрос был в моем доверии. Вопрос был в моем доверии. Пусть, Джон, у нас будет обетование и списание об исцелении, а он будет обетование о преуспевании. Если я провожу больше времени с обетованием о преуспевании, у меня будет больше уверенности в обетовании о преуспевании. Если я не провожу времени с обетованием о преуспевании, у меня не будет уверенности в обетовании о преуспевании. Но если я начну проводить время с преуспеванием, у меня начнет вырабатываться уверенность и в преуспевании, и у меня будет уверенность. Спасибо, ребята. Она должна развиваться. Ее нужно вырабатывать. Она должна расти, увеличиваться. Практическое выражение уверенности. А когда уверенность отсутствующий элемент в вашей вере, тогда вы как будто не имеете никакой силы. А что происходит, когда у вас нет силы? Вы соблюдаете форму, прибегаете к определенной технике, но силы нет. Причина — нет силы, потому что нет уверенности. Мало просто ходить и говорить правильные христианские слова. Ранами его исцелен, аллилуйя. Звучит классно, только вы в это не верите на самом деле. Мы победители, только все внутри вас говорит, что вы давно проиграли. Что мы сделали? Выработали внешний вид благочестия. Силу же его отвергли. Вы понимаете, что такое сила? Сила — это уверенность. А мы отказываемся от нее. Мы отвергаем ее, потому что не понимаем, как Бог может это сделать. Но мне не надо вникать в тончайшие подробности того, как именно Бог будет действовать. Мне надо только сохранить веру в то, что Он это сделает. Праведной верой будет жить. Вам надо жить, основываясь на том, что я сейчас говорил. Можете ли вы взять слово? Позвольте привести один короткий пример. Допустим, на вас кто-то нападает. Хотя такое, возможно, случалось не с каждым. Но вот, что было со мной. Какой-то парень стучится ко мне в дверь и заявляет, «Я представитель такого-то департамента, и у меня на вас кое-что есть криминальное из внутренней налоговой службы». Что? Криминальное? Я ничего не сделал. Я плачу все налоги. Я соблюдаю общественный порядок. Хорошо. Первый шаг. Первый шаг. Я не собираюсь ждать и смотреть, что будет. Мой первый шаг. Смотрите на примере, что я делаю. Потому что я хочу, чтобы вы знали, каким будет ваш первый шаг. Так. Кажется, у меня неприятности. Господи, кто-то выступает против меня. Ага. Я буду использовать вот это. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешным. Послушайте. И всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, ты обвинишь. И будет очевидна неправота его. Это, то есть мир, праведность, безопасность, победа над противниками, это мое наследие. Да, это пойдет. Да, Господь. А в чем еще я нуждаюсь? Я поищу еще. Пожалуйста, дай мне подтверждение. Спасибо. Спасибо.